Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео после долгого-долгого перерыва является очень логичным. Я расскажу, как прошел мой 23-й год и поделюсь планами на текущий 24-й год. Мне кажется, что тем, кто не следил за мной в каких-то других соцсетях и потерял меня из виду, это, возможно, будет интересно. Но, как минимум, это будет интересно мне самой, как некое подведение итогов и планирования на следующий год. Так что, если вам тоже интересно, то давайте приступим. Естественно, перед тем, как приступить к съемке этого видео, я просмотрела свое предыдущее видео с планами на 23-й год. И еще у меня есть вот такой блокнот, куда я тоже выписывала все планы уже более подробно, наверное, более развернуто. Кстати, в этом году мне не захотелось так подробно и развернуто. Я скорее тезисно прописала и, наверное, в видео больше об этом расскажу. Итак, что же такое было для меня 23-й год? Это невероятный год невероятных огромных перемен. 24-й год продолжает быть годом огромных перемен для меня. И вот я, наверное, снимаю действительно это видео исторически и для себя в том числе. Потому что моя жизнь повернулась там не на то, что не на 180, не на 360. И вообще закрутилась очень сильно по спирали, начиная, наверное, с самого начала года и до его конца. Какие же у меня были планы на 23-й год? Давайте начнем по пунктам. У меня с Сашей был очень-очень большой план, что мы откроем свою кофейню. На тот момент, когда я снимала прошлое видео, мы уже купили франшизу. Мы ее купили где-то в октябре, наверное, 22-го года. И просто ждали момента весны, наступления весны, когда мы сможем начать ремонт, начать поиск в аренду помещения, начать обучение. И, конечно же, я уже планировала, что в июне, я думала, что в июне 23-го года мы откроем кофейню, мы запустимся, уже все лето отработаем, у нас будет свой бизнес. Но так не случилось. Мы, конечно, предполагаем, а уже Бог распоряжается так, как Он хочет. Но все-таки мы добили, дожали и доделали свой ремонт, закончили, справились и открылись в конце сентября 23-го года. Это случилось на 3 месяца позже, чем я планировала, но все-таки это случилось. И это очень значимое событие для меня. Первый раз я индивидуальный предприниматель в качестве именно вот такого ведущего бизнес-человека. Первый раз у меня есть свое заведение, достаточно большое, 70 квадратных метров, с сотрудниками. Понятно, что когда я работала по найму и была руководителем, у меня тоже в подчинении были сотрудники. Но, наверное, это несколько другое. Здесь ты несешь ответственность за все сразу, как владелец бизнеса. Но об этом расскажу немножечко позже. Итак, кофейню мы открыли, мы справились, мы молодцы. Что интересно, кофейня открылась ровно через 4 месяца после того, как мы подписали, прям день в день, после того, как мы подписали договор аренды. Мы подписали 27 мая, мы нашли помещение. И 27 сентября мы открылись уже после обучения, после приезда в стартап-команды. Отлично, хорошо, классно. В планах на 2024 год расскажу вам немножечко больше про все это. И, естественно, я планировала, что уже к концу 2023 года у нас будет хороший подъем, мы будем в каком-то плюсе и так далее. Естественно, этого всего не случилось, потому что зимний период это всегда спад для кофейного бизнеса. Это ты узнаешь уже позже, когда начинаешь в этом вертеться. Но я вам честно скажу, мы стартанули и запустились гораздо лучше, чем мы ожидали, чем мы думали. И оно все идет очень-очень позитивно и очень хорошо. Я действительно возлагаю большие надежды и большие перспективы вижу в нашем заведении. И меня не пугает, что какие-то зимние месяцы были немножечко хуже, так скажем, чем мы стартанули. То есть они пошли чуть-чуть на спад, но тем не менее это не было супер плохо, это не было супер провально. Конечно, так скажем, все было в рамках ожидаемого. Наше место действительно очень популярное, как я и планировала. Оно нравится людям за счет хорошего сервиса, за счет того, что мы сами в том числе стоим за баром достаточно регулярно. Мы вкладываем душу в это заведение. Для меня первейшим таким важным фактором является то, чтобы все гости были довольны, все были рады, всем нравилось. Оказывать, в общем-то, максимально хороший, классный сервис. Поэтому в этом плане вопросов нет. Те, кто к нам приходят однажды, всегда пишут хорошие отзывы, хорошо как бы нам говорят о том, что заведение им очень нравится. Также третьим планом было для меня прочитать книг. Десять книг я планировала. Здесь мои планы не сбылись. И я могу честно сказать, наверное, нахожу себе какие-то оправдания в том, что я очень много сил вкладывала в ремонт. И вообще к концу 23-го года я подошла очень сильно морально истощенной в связи со всеми теми факторами, которые происходили в 23-м году. И я вкладывалась морально и душевно настолько сначала в поиски помещения. Мы очень много времени на это тратили. Потом в ремонт, который делался, в конце уже, вы понимаете, что все это время я еще и работала и должна была делать это по вечерам и по выходным. В конце, когда мы в конце ремонта были, я уже просто взяла отпуск и там три что ли недели сама лично там красила, драила, не знаю, шпаклевала. Нет, не шпаклевала, а как это называется, затирку на плитку делала. Все столы, которые сделаны в кофейне, они лично мной отшкурены, они лично мной покрыты морилкой и лаком. Я красила подстолье для столешниц, я, говорю вам, делала затирку на плитке и много-много других вещей, которых я даже от себя не ожидала. Поэтому, ну, наверное, было не до книг несколько. Но я все-таки возлагаю надеждой, что в этом году что-то будет получше в этом плане. Саморазвитие. Здесь были для меня важны сессии с психотерапевтом два раза в месяц. И это все шло по плану до того, как мы открыли кофейню. И, собственно говоря, после открытия кофейни, наверное, я вообще перестала в этом нуждаться. Потому что те проблемы, которые у меня были, они все ушли на задний план. Какое-то самокопание, какие-то вот моменты, я не знаю, там в семье что-то тебе кажется, что вот какие-то там, не знаю, кто-то тебе что-то не то сказал. Или это все настолько уходит на задний план. И вот вообще копание в себе, как только ты становишься вот перегружен занятостью. Я не говорю, что это хорошо. Но, честно говоря, для себя я осознала, что мне некогда не в телеграме новости читать. Мне некогда в соцсетях сидеть. Мне некогда снимать видео. В какой-то момент я это прекратила. Мне нечем вообще заниматься, кроме вот работы моих основных обязанностей по найму. И кофейни. И на этом было все мое сосредоточение. Остальные сферы моей жизни, так скажем, очень сильно, наверное, страдали в этот момент. Поэтому сессии с психотерапевтом я прекратила, как только мы запустили кофейню. Я как бы еще продолжала их делать, пока мы делали ремонт. Но именно когда мы запустились, это уже все ушло вот вообще на десятый план. Инвестирование. Да, как планировала, я достаточно большое количество денег инвестировала в 2023 году. Ну, по моим меркам большое. То есть я продолжала стабильно вкладывать в инвестиции. И в какой-то момент часть вот этих инвестиционных денег, она даже помогла. Потому что ты всегда, когда ты начинаешь ремонт, будь то квартира, будь то кофейня или что-либо еще, ты рассчитываешь на одну сумму, мы очень сильно выбились от бюджета, несмотря на то, что мы очень сильно экономили на материалах. У нас была часть материалов собственных наших, Сашинах. И мы экономили на рабочей силе, так скажем, потому что своими силами полностью делали этот ремонт. И на многих других вещах. Но, тем не менее, мы вышли из бюджета и пришлось, так скажем, часть денег вытягивать с инвестиций. Но в то же время и вкладывала я туда нормально. Ну, как бы здесь такой баланс случился. И действительно, все мои приобретения, которые я делала ранее, они в 2023 году пошли в рост. То есть я на достаточных там низах брала эти акции. И они в 2023 году, ну, те, кто следит за рынком, те, кто знает про инвестиции, они так случилось, что начали расти в цене. И, конечно же, это увеличило там стоимость моего портфеля очень хорошо. С путешествиями был план путешествовать. И у меня продолжает был план такой путешествовать. Частично что-то сложилось, потому что я действительно хотела посетить какие-то страны, хотела куда-то уезжать и так далее. И у меня получилось два раза съездить в командировку в Казахстан. Один раз съездить в командировку в Узбекистан. У нас, Саша, получилось побывать в Дагестане в турпоездке. И еще мы, по-моему, были в Ярославле в начале прошлого года. Да, я там ездила на концерт стихотворный, потому что ни в Москве, ни в Питере билетов не смогла достать. Ну, или мне как-то было неудобно. В общем, Ярославль нам тоже очень понравился. Частично у нас получалось путешествовать до того момента, как мы занялись ремонтом. Мы полностью занялись ремонтом, погрузились в ремонт. Потом мы открыли кофейню, и нам стало вообще не до этого. Сейчас пока что пытаюсь найти вот этот баланс. Когда мы сможем путешествовать и, так скажем, оставлять наше заведение, ну, на какой-то более продолжительный период, чем пару дней без присмотра. Дальше, конечно же, были планы на танцы. И я хотела возобновить мои занятия по танцам бочатки, кизомбой. Но здесь я нашла, где я смогу тренироваться. Оказывается, фитнес-центр прямо рядом с моим домом. Там есть занятия кизомбы и бочаты. И можно брать даже личные уроки с тренером. Но я пока что так и не дошла в силу, опять-таки, этой занятости. Я знаю, что человек, который хочет сделать, он ищет способы. А человек, который не хочет, он ищет оправдания. Да, возможно, я ищу себе оправдания. Но, тем не менее, я какими-то маленькими супер-микро-шагами движусь к этой цели. Дальше у меня были планы по спорту. И были очень большие планы, потому что возобновить летом активность по хождению по району. Я, так скажем, хотела делать 10 тысяч шагов каждый день. Пешие прогулки по утрам, перед работой или после работы. И, конечно же, заниматься спортом. По занятиям спортом у нас сложилось так себе ни шатка, ни валка. Но по активностям, по ходьбе, да. И у нас на работе даже был челлендж. Три недели мы соревновались, кто сделает больше шагов. Это был прикольный челлендж. Я даже делала по 20 тысяч шагов у себя на районе. Но это было так сложновато. Ты утром перед работой полтора часа гуляешь, вечером после работы нацельно гуляешь. Да, это было на тот момент, когда мы еще не начали заниматься ремонтом. Поэтому я вам говорю, что у меня было первую половину года. У меня было время, у меня была возможность заниматься чем-то, кроме кофейни. И, соответственно, летом потом тоже, потому что несколько на отдалении от нашего дома находится наша кофейня. Я туда ездила, пешком ходила, от метро до метро. И это как-то балансово так было нормально у меня по шагам. Но вот сами занятия спортом, конечно, сложновато давались мне. Честно вам скажу. Я хотела есть много овощей и фруктов, и минимум есть сладкого. Я продолжаю быть зависимой от шоколада. Мне не настолько важны торты, пирожные, какие-то печеньки. И вообще не сильно меня, ну, как бы я могу без этого прожить, но без шоколада. И к тому же, понимаете, мне не нужен, например, темный шоколад. А мне нужен именно, я люблю очень молочный шоколад с орехами, например, или еще какими-то другими начинками. Ну, не могу пока что от этого отказаться. И это некое заполнение, в том числе для меня, в стрессовых состояниях, очень сильно выручает меня. Планировала время больше с Лешей проводить, но пока что здесь тоже я в провале полном. И дальше перейдем к планам по моим соцсетям. Но неожиданным, абсолютно неожиданным образом для меня сложилось так, что я планировала в ТикТоке 125 тысяч подписчиков. На тот момент, когда я это планировала, мне кажется, у меня не было и 80 тысяч. Сейчас точно не буду загадывать, точно не буду говорить, потому что действительно не помню, сколько подписчиков у меня было в начале прошлого года. Но точно не было даже 100 тысяч. И, соответственно, я какой-то такой супер амбициозный план для себя поставила 125 тысяч. Но мне кажется, что действительно было тысяч, наверное, 60-70. Это было амбициозно, потому что видео никакие я уже два года, вот недавно исполнилось два года, не выкладываю в ТикТок. Вы знаете, ТикТок, сеть, которая закрыла выкладку видео из России. И я просто не могу физически этого делать. Какие-то обходные пути кто-то люди понаходили. Но я пока что не готова проходить через миллион сложностей ради того, чтобы выложить видео. И поэтому приостановилась в этом. И мне это, может быть, даже немножко полегчало, потому что, честно говоря, вести миллион соцсетей одновременно, ну, невероятно сложно. Итак, что я хочу вам сказать про ТикТок. Сейчас там 148 тысяч подписчиков. Видео продолжает вируситься, вариться в своем котле. Все, новые люди на меня подписываются. Без моей какой-либо активности просмотры. То поднимаются там по несколько миллионов за неделю, становится, то снова опускаются. Это какое-то органическое состояние ТикТока. Я не знаю их алгоритмов, я не знаю, как это происходит, но это так. И вот сейчас 148 тысяч подписчиков. Ну, пусть растут, мне это ничего не мешает. Самое забавное было, что одна из бористов, одна из девочек, которая нанималась ко мне, когда я уже там поделилась с девчонками, что у меня вот есть там каналы и так далее, она сказала, ой, точно, я же видела вас там в видео в каком-то по завязыванию там шарфиков из ТикТока. Стало забавно. Да, даже такое случается. И на YouTube я тоже очень амбициозную для себя цель поставила. 10 тысяч вот так вот, ну, так скажем, от балды, что ли, как по-другому еще сказать, не знаю вам. Потому что на тот момент, мне кажется, было 5 или 6 тысяч подписчиков, и не случался такой мгновенный большой рост. Ну, они как-то росли по чуть-чуть, то росли, то не росли. И это было очень амбициозной целью сделать 10 тысяч к Новому году. Но случилось так, что к Новому году было даже больше, чем 10 тысяч, учитывая то, что последние полгода я видео не выкладывала. Мне кажется, я прекратила выкладывать видео в конце июля. Причем у меня был даже отснятый материал, но у меня даже моральных, физических сил на монтаж не оставалось и не хватало. И материал, так, собственно говоря, и пропал. Потому что сейчас это уже не актуально, то, что я снимала тогда. И понимаете, это все так случилось, что на каких-то вот тех видео, которые уже были, рост продолжился, случались какие-то скачки, и я пришла к 10 тысячам. О чем я хочу сказать, что это мне показало, что не надо бояться ставить перед собой какие-то амбициозные и супер не реалистичные цели, которые тебе кажутся недостижимыми. То есть вот, например, беря статистику за последние годы своего ведения канала, я бы в жизни не подумала, что у меня случится этот рост. И в другое время я бы была безумно счастлива и продолжила бы генерить контент. Супер-супер в это вовлеклась бы. Но на тот момент была занята другим. Тем не менее, больше 10 тысяч уже есть, и я не хочу бросать канал. Я буду продолжать выходить с вами на связь. По телеграмму и по дзену и по другому чему-то все не так радужно случилось. Но тем не менее, в дзене тоже как-то органично по чуть-чуть прирастают подписчики. В телеграмме они не прирастают. Так что, если что, подписывайтесь на мой телеграмм. В принципе, я довольна этой частью. То, как случилось по соцсетям, я недовольна собой, что я не находила в себе третью, десятую и пятую жилу, чтобы продолжать делать видео, снимать короткие ролики, как-то оставаться на связи. Я не находила сил даже просто говорить, эй, привет, я здесь. Следующим пунктом было, конечно же, ремонт нашей квартиры, которую мы уже не можем сделать, наверное, два года. И он так остался нереализованным. Переходит в планы на этот год. Здоровье было важным пунктом посетить различных врачей. И я это сделала летом прошлого года. Но сейчас понимаю, что мне нужно снова всех их посетить. Понятно, раз в полгода их нужно посещать. Но, как минимум, я поняла, что у меня практически все хорошо со здоровьем. Какие-то маленькие, небольшие корректировки нужны. Но это настолько незначительно. Поэтому этим моментом я осталась довольна. Наверное, за исключением стоматологии, которой по чуть-чуть нужно будет тоже начать заниматься. Но и то это не супер плачевно, не настолько плачевно, насколько могло бы быть. Я хотела для себя, ставила важным планом заняться красотой. Всякие разные штуки себе сделать. Периодически к этому я приходила и делала массаж тела, ходила на массаж лица. Я сделала себе пудровое напыление на бровях. И у меня в тот момент была еще мысль о блефоропластике. Но я чудом на бровях нашла себе человека, который мне рассказал, что такое эндоскопия. Если вы не знаете, почитайте, пожалуйста. И в моем случае эндоскопия как раз-таки, скорее всего, будет показана в отличие от блефоропластики. То есть она мне не поможет. И мне дали контакт очень хорошего врача. И вот сейчас начну мы рассказывать про планы на 2024 год. Расскажу про все это. Но, в общем-то, хотелось очень всякими вещами для своего... Для своей красоты, так скажем, заняться. И в этом году обращу на это более пристальное внимание. В том году и финансово, и морально, и вот физически просто времени не было на это. Мне хотелось подыскать уже дом за городом, который мы будем покупать. У нас, в принципе, есть несколько намеченных планов. Но даже говорить про то, что хотелось бы, наверное, арендовать. Если вы знаете какой-то классный поселок в Подмосковье, то, наверное, хотелось бы арендовать хотя бы месяцок, например, летом, пожить в доме и понять, вообще комфортно мне в доме живется или не комфортно. Я не знаю, что это такое. Я стопроцентно городской, квартирный житель. У меня всегда в всяких селах, деревнях, палатках, даже в квартирах с маленьким количеством удобств бывает супер дискомфортно. Поэтому, естественно, я хочу дом с максимальным комфортом. Но я хочу понять, что такое жить за городом, в каком-то поселке, в отрыве от цивилизации, так скажем. Пока что мне это непонятно. И я не знаю, кайфаную я от этого или нет. Или я, например, мы купим дом, накопим денег, купим дом, и окажется, что мне просто тошно от того, что, не знаю, я не вижу окон соседних высоток. Так, в такое не хотелось бы, поэтому хочется попробовать. И последним был пункт, там самый сложно исполнимый пункт, это счастье каждый день. Здесь очень сложно для меня, и сейчас я пытаюсь возвращаться в то состояние ресурсное, так скажем, извините, что говорю, может быть, этими модными словами, но в состоянии, когда у меня есть силы делиться чем-то, когда я не расхлябанная, когда меня не триггерит и не нервирует малейший просто выход из зоны комфорта. Я про это, наверное, проговорю в планах на 24-й год, но да, счастье каждый день не случилось в 24-м, в 23-м году, хотя каждый раз я себе говорю, что настолько интересно, настолько классно складывается у меня жизнь, и, ну, в общем, жаловаться на судьбу – это грех. Еще очень важное событие, которое случилось именно в прошлом году, я в прошлом году узнала, что в начале этого года буду уволена, сейчас уже можно спокойно об этом рассказывать, это не было для меня каким-то сюрпризом, и, скорее, я, наверное, даже сама к этому, во-первых, и готова была, во-вторых, и четко понимала и осознавала, что это случится, это произойдет, потому что это логически следовало из того, что происходит с компанией, и в целом, ну, не стало для меня сюрпризом, и, наверное, когда я все это узнала в июне прошлого года, когда случились такие прям кардинальные события, то я подумала, блин, как вовремя мы занялись своей кофейней, и как вовремя вот это все, что происходит, казалось бы, какие-то цепь событий, оно все складывается потом, ты уже оборачиваешься назад, и ты понимаешь, оно все складывается в такую логическую цепочку, которая тебя приводит к чему-то определенному. А, наверное, если бы у меня не было впереди такого маячившего классного события, как открытие кофейни, и не было большущих планов на нее, для меня это было бы большим стрессом, я думаю, увольнение. То есть если бы я думала про то, что вот меня увольняют, я 10 лет проработала в компании, и мне приходится из нее уходить и искать себе нового работодателя, вот прям очень не хотелось бы, потому что новый коллектив, подстраивание под него, заново построение связи, авторитетов всего вот этого нетворкинга, очень-очень не хотелось бы, мне кажется, что я несколько это переросла, и мне сейчас действительно не очень хочется работать вот в какой-то корпорации, хочется больше принадлежать себе. Что очень важное для себя я вынесла, это то, что очень хочется самостоятельно распоряжаться своим временем. Когда ты работаешь по найму, ты все-таки немножечко не принадлежишь себе, ты продаешь свое время за деньги, и 9 часов в день, учитывая там какие-то дорогу и так далее, и какие-то вещи, переработки и все такое, то даже больше ты принадлежишь своему работодателю. Ну, в общем-то, что случилось, то случилось. 1 февраля я безработная, и сейчас занимаюсь исключительно кофейней, и, наверное, это все к лучшему. Сейчас объясню вам, почему. Итак, планы на 2024 год. Конечно же, у меня очень большие планы есть на рост и на развитие, я вижу огромный потенциал, еще раз повторюсь, это не только мои внутренние ощущения, но это все предпосылки, как происходит и что происходит вокруг, и то, как я собираюсь вкладываться в рекламу, как я собираюсь, в принципе, привлекать аудиторию к нам, и как она привлекается сама, даже без каких-либо вложений. Есть все предпосылки для того, чтобы все было успешно и хорошо. Поэтому этот план на 2024 год однозначно процветать. Ну и, конечно же, тут сразу я, чтобы от этой темы не отходить, то где-то она, правда, не на самом первом месте. Но да, мы также планируем открывать вторую кофейню как минимум, и я думаю, что одна кофейня в год, если собственными силами, то это тот максимум, который мы можем потянуть. На этот раз мы хотим более маленькое помещение. Если текущая кофейня у нас общей площадью 70 квадратных метров, ну там, учитывая подсобки, туалеты всякие и так далее, то, конечно, в будущей кофейне нам хотелось бы найти помещение максимум 40 квадратных метров, чтобы действительно была мини-кофейня с небольшой посадкой, с одним залом. И как-то так это будет, во-первых, и по скорости ее запуска для нас более быстрая, во-вторых, по денежным вложениям, по стоимости аренды и так далее, и так далее. Все будет не так затратно, но в то же время на своих шишках набитых, на предыдущем ремонте и так далее, я надеюсь, что мы прям совершенно будем по-другому себя вести, потому что много, огромное количество опыта мы получили для себя, когда мы делали свой первый ремонт, запускали свое первое заведение, и сейчас я действительно могу сказать, что я много новых знаний, я получила знания в той области, которая вообще никакого представления не имела, сейчас они у меня есть. Итак, второе заведение, как минимум найти помещение и начать ремонт, чтобы там не запускаться в зиму, потому что в зиму не очень хорошая история запускаться, ты проседаешь, а запускаться на росте где-нибудь в феврале или в марте уже 25-го года. Конечно, хочется найти время для себя, для чтения, для спорта, для всяких массажей, бьюти-процедур, и я ставлю себе целью, что я нашла это время для себя, я занимаюсь всем тем, о чем говорю, я регулярно там занимаюсь спортом, но сейчас я уже даже ввожу это в свою жизнь, потому что я опять-таки, откровенно говоря, я не чувствовала физически вообще никаких сил, ты настолько вот просто приходишь и падаешь, когда ты после работы еще занимаешься кофейней, вот ты работаешь там 8 часов в день, а потом после этого ты еще едешь туда или же, если говорим об удаленке, то я вообще там оттуда могла работать, просто сидела за столом одним глазом там туда смотрела и подключалась там к звонкам и разбирала там рабочие вопросы по основной работе, а на выходных ты вообще все там 24 часа проводишь кофейни, потому что улучшаешь какие-то процессы, потому что в какой-то момент нам пришлось работать баристами и так далее, и так далее. То есть мне хочется найти этот баланс, потому что сейчас я чувствую, что я столько отдала, что мне хочется вот, ну я как не знаю, как губка что ли какая-то, вот если взять бьюти-блендер, да, который весь сохся за время, пока его не использовали, мне хочется вот сейчас напитаться этой водой, наполниться и как-то расцвести что ли, очень себя, ну сейчас уже лучше, честно говоря, но очень так себя достаточно дестабилизировано я ощущаю в последнее время. И, конечно же, всякие прогулки, концерты, походы в какие-то кафешки, рестораны, хочется по максимуму вернуть это в свою жизнь. Мне хочется вот выстроить вот этот правильный баланс между семьей, работой и моими личными интересами. То есть чтобы я была настолько наполнена и на мне на все это хватало времени. Про инвестирование я повторюсь здесь снова. Это для меня способ хоть как-то откладывать деньги в какую-то копилочку. И в принципе иногда акции растут, не растут. Я здесь скажу инвестирование таким обобщенным словом. Мне важно инвестировать не только в акции, не только в облигации, но также на данный момент, наверное, более надежным и более правильным способом при текущей ставке банковской просто делать денежные вклады на длительный срок. И если, например, у меня случается какая-то сразу большая сумма денег, просто оформлять вклад на полгода на год и, соответственно, получать надежный доход с этого. Поэтому, да, откладывание в копилочку, инвестирование на собственное будущее. Следующим пунктом, конечно, путешествия. Мне очень хочется, я тут накидала для себя совсем коротко, но мне очень хочется побывать во Владивостоке, в Дагестане, в Новороссийске. Нам, кстати, сказали, что Новороссийск очень классный город. Одна из гостей, которая ходит к нам в кофейню. У них там квартира, и она сказала, что это просто великолепный город. Ярославль очень хотела бы заново вернуться, Калининград, Санкт-Петербург. И также по каким-то заграницам я не строю для себя супер больших планов, что там, не знаю, поездки по Европе. Пока что для меня это в рамках вот всех этих закрытых границ и так далее кажется не сильно понятным, как это осуществлять. Но есть замечательные страны рядом. И я вам честно скажу, я два раза побывала в Казахстане в прошлом году. И это было настолько прикольно. Мне так понравилось в Казахстане. И зимой я была и летом. Зимой я была в Астане, летом я была в Алма-Ате. В Алматы, наверное, правильно будет сказать. И, соответственно, зимой было минус 30. Но мне понравилось и там, и там. Поэтому мне бы хотелось с туристическим визитом посетить. И, кстати, в Узбекистане тоже очень-очень понравилось. На удивление. Я ожидала, что как-то по-другому. Но достаточно интересно ездить и погулять. Очень тепло. Даже в апреле уже плюс 30. Шикарная погода. Летом бы, конечно, не поехала. А вот весной да. Ну и, возможно, какая-нибудь там Турция или что-то в таком роде. Хочется помимо крупных поездок по выходным или по будням куда-то выбираться там недалеко в Подмосковье. У нас есть САП, чтобы плавать на нем. Ну, в общем-то, вы понимаете. Мне очень хочется вернуть какой-то вот баланс. Не только работа, чтобы присутствовала в моей жизни 24 на 7. Но и отдых какой-то. Конечно же, танцы. Прям танца очень хочется. По соцсетям. Но я поставлю, чем черт не шутит, как говорится. Возможно, получится удвоиться в этом году. Нет, так нет. Но очень хотелось бы. 20 тысяч подписчиков к концу этого года на Ютюбе. В ТикТоке как-нибудь там тоже до 200, до Гребсти, чтобы уже ровная была цифра. Ну и в Дзене, в Телеграме тоже поприбавлять себе подписчиков. Так что, если вы не подписаны до сих пор, то, конечно же, подписывайтесь. Надо было раньше об этом говорить. Но так, ремонт нашей квартиры очень прям его стоит завершить. Там уже и дом осел, и все трещины, где надо было, прошли. Все уже люди, мне кажется, отремонтировались. Мы все никак не можем найти на это время. По здоровью, опять-таки, снова обойти всех врачей. По красоте, как я вам сказала, очень надеюсь, что у меня получится сделать эндоскопию. И мне хочется очень заниматься, кроме спорта, еще так же всякими массажами тела, массаж лица. Возможно проконсультироваться насчет аддоминопластики. Но я даже не знаю, это, говорят, очень такая тяжелая и сложная операция. И не факт, что она всем помогает. Пока что я в сомнениях насчет этого. Ну, короче, куча разных бьюти-процедур. Прям хочется прийти к косметологу и сказать, вот, давайте мне как золушки сделать всю красоту. Ну, понятно, там, наверное, губы. Я уже, мне кажется, два года ничего себе губой не колола. Но хочется как-то немножечко контур сделать красивым. Вот. И по загородному дому у меня тоже остается план. Все-таки, возможно, мы действительно арендуем и попробуем пожить в загородном доме. Летом, хотя бы какое-то время. Не знаю. К этому нужно привыкнуть. Но сейчас мы можем себе это позволить. И я, как говорится, безработная. Вот уже месяц, как я безработная. И распоряжаюсь своим временем. Немножечко не упомянула вам этого, что распоряжаюсь своим временем, наверное, очень громко сказано. Мы испытывали очень большой дефицит персонала. И поэтому я говорю, что как все случается вовремя. Как случилось вовремя то, что я сейчас не работаю, я могу в кофейне работать за баром. Да, работу руководителя отдела в крупной американской компании я сменила на роль бариста в некрупном ИП. Но что поделать, такова жизнь. Это ИП мое. Я вкладываю свою жизнь, свою душу, все свои силы в процветание, в развитие этого заведения. Для меня это действительно важно. И для меня это не просто вложение денег, не просто какая-то сетевая штука, в которую я профинансировала и иду себе дальше. Для меня это гораздо больше. Это вот прям моя душа. И люди, конечно, которые к нам приходят, это тоже отмечают, что с особым уютом, с особым теплом все сделано. Я никогда не устаю совершенствовать и то, и это добавлю. И всегда ищу каких-то новых поставщиков, всегда пытаюсь добавить что-то новое в интерьер. Никогда не стою на месте, потому что это действительно вкладываю все свои силы, всю свою душу в это. Ну что, надеюсь, данное видео не было для вас слишком долгим, скучным и утомительным. А может быть поделитесь внизу в комментариях своими планами на 2024 год. Я хочу вам сказать, что я, конечно же, прочитаю все комментарии и я обещаю, что я теперь хоть с какой-то регулярности буду выкладывать видео на YouTube. Мы с вами снова будем встречаться. Говорят, то, что ты озвучишь в своих планах, оно так и случится, так и произойдет. По крайней мере для меня это какого-то своего рода обязательство перед собой. И да, не 100% из озвученного мной в 2023 году исполнилось, но все-таки какая-то часть исполнилась, и это уже важно и хорошо. Поэтому не прекращаю планировать. Надеюсь, вы это тоже делаете. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Очень рада, что я снова снимаю. Всем пока-пока и встретимся совсем скоро.